Данилов считался другом семьи Муравлёвых. Он и был им, он и теперь остаётся другом семьи. В Москве каждая культурная семья нынче старается иметь своего друга. О том, что он демон, кроме меня никто не знает. Я и сам узнала об этом не слишком давно. Хотя, пожалуй, раньше обращал внимание на некоторые странности Данилова. Ну, это так, между прочим. Теперь Данилов бывает у Муравлёвых нечасто. А прежде по воскресеньям, если у него не было дневного спектакля, Данилов обидовал у Муравлёвых. Приходил он с инструментом, имел для этого причины. Вот сейчас я закрою глаза и вспомню одно из таких воскресеньев. В квартире Муравлёвых с утра происходят хлопоты. Там вкусно пахнет. В кастрюле ждёт своего часа мелко порубленная баранина, Купленная на рынке, молодая стручковая фасоль Вываливается из стеклянных банок наполитые маслом сковороды, И кофеварка возникает на французской клеёнке кухонного стола. Ах, какие ароматы заполняют квартиру! А какие ароматы ожидаются! В этот день никакой иной гость Муравлёвым не нужен. В особенности Кудасов с женой. Но Кудасов чаще всего и приходит. На обеды, выпивки и чаепития у Кудасова особый нюх. Стоит ему повезти ноздрёй, И уж он сразу знает, у кого из его знакомых Какие куплены продукты и напитки, И к какому часу их выставят на стол. Ещё и скатерть не достали из платяного шкафа, А Кудасов уже едет на запах трамвая. Иногда он и ноздрёй не ведёт, А просто в душе его или в желудке Звучит вещий голос. И тихо так, словно печальная тень Жизели, Зовёт куда-то. Чувствует Кудасов и то, Как нынче будут кормить и поить гостей. И если будут кормить скудно и невкусно, Без перца, без пастилы к чаю Или без ветчины от Елисеева, То он никуда и не едет. Но насчёт обедов для Данилова, Да и ужинов и завтраков, Тоже у него никаких сомнений нет. Тут всё по высшему классу, Тут как бы не опоздать и не дать угощениям остынуть. Тут своему нюху и вещему голосу Кудасов не доверяет. Мало ли, какие с теми могут случиться оплошности. Он с утра смотрит в афишу театра И догадывается, играет сегодня Данилов на своём альте Или не играет. Весь репертуар Данилова ему известен. Обязательно Кудасов звонит и в театр. Не отменён ли нынче спектакль? Кудасов знает, что Данилова будут кормить у Муравлёвых И в связи с отменой спектакля. Кудасов и сам не бедный, он лектор, А вот тянет его кушать на люди. При этом он так устаёт от слов на службе, Что за столом становится совершенно безвредным. Молчит и молчит, только жуёт и глотает. Лишь иногда кое-что уточняет, Чтобы чья-нибудь шальная мысль Не забежала с корича слишком далеко И уж ни в коем случае не свернула за угол. Молчит и его жена, Но она неприятно чавкает. Ни Данилову, ни в особенности Муравлёву, Кудасов не нужен. Однако они его терпят. Всё же старый знакомый. Да и на хальство Кудасова, Никакие препоны, Никакие дипломатические хитроумия, Никакие танковые ежи не помеха. Всё равно он придёт, извинится и сядет за стол. Как леву запашного на тумбу. При этом обязательно вручит хозяевам Бутылку сухого вина подешевле. Совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна радость. Съест порции три мясного И тут же за столом засыпает. Ноздрюя лишь тихонечко всасывает воздух, А с ним и запахи. Как быть чего эдакого грешным делом Не пропустить. И жена его, деликатная женщина, Делает вид, что и она дремлется С открытыми глазами. А Данилов с Муравлёвым потихоньку смакуют угощение. Как нынче лоббио удалось, радуется Данилов. Ты вот салат этот жёлтенький попробуй, Спеши двусердие, Муравлёв. Тут и орехи, и сыр, и майонез. Соус провансаль, поправляет его Данилов, А ответ в жёлтое кушанье Принимается расхваливать хозяйку, Как всегда, искренне и шумно. Хозяйка сидит тут же, краснея от забот, Готовая сейчас же идти на кухню, Чтобы готовить гостю новые блюда. И вот является на стол Узбекский плов в огромной чаше, Горячий, словно бы живой. Рисенка от рисенки в нём отделились, Мясо и жира в миру. Чёрными капельками там и сям Виднеется барбарис, Доставленный из Ташкента, И головки чеснока, Сочный и сохранивший аромат, Выглядывают из желтоватых Росы периса. А дух какой! Такой дух, Что и в кишлаках под Самаркандом Понимающие люди наверняка Теперь стоят лицом к Москве. Кудасов, естественно, Приходит в себя И получает миску плова с добавкой. Теперь он может спать совсем Или идти ещё куда-нибудь в гости, Не дожидаясь кофе. Ну вот, Говорит Муравлёв Данилову, Накладывая тому последнюю порцию плова. А ты два года мучил себя и нас Своим вегетарианством. Мучил, соглашается Данилов, И добавляет печально. А мне их и сейчас жалко. И этого вот барашка, И мать его осталась теперь одна. Глупости, метафизика, Просыпается Кудасов. Вы, наверное, все семинары По вечерам пропускаете. Это вы зря, Валерий Степанович. Тут же грудью встаёт На защиту Данилова хозяйка. Напротив, Володя ходит На все семинары. А мать-то этого плова, Добавляет Кудасов, Давно уж ушла в колбасу. И нечего о ней жалеть. Зачем вы так? Кротко говорит Данилов. Но приходит время чая и кофе, И все печали тут же рассеиваются. Над чаем и кофе В доме Муравлёвых Обряд совершает сам Данилов. Чаю он готовит И зелёный, и русский. Кофейные же зёрна Берёт только с раскалённой Аравийской земли. А бразильский надменно презирает, Находя в их вкусе Излишнее томление И кисло-горький оттенок. Каждый чай по науке Данилова Должен иметь свою степень цвета, И русский, и зелёный. А уж о кофе Не приходится и говорить. И Данилов Доктором Фаустом Из сине-чёрной оперы Гуно Играл её в среду, Фауст опил блинников, И в перерыве после второго акта Проспорил Данилова В хоккейном паре Бутылку коньяка. Стоит на кухне Над газовой плитой. И вот он молча приносит К столу на жёстовских подносах Чайники и турки. И гости с хозяевами Пьют божественные напитки, Кто какой пожелает. «Ну как?» Робко спрашивает Данилов. «Прекрасно!» Слушает пластинку Акуджавы, Купленную им в Париже На бульваре Сен-Мишель За двадцать семь франков. Или ничего не слушает. А напевает куплеты Бубы Касторского Из «Неуловимых мстителей». Куплеты эти он ставит Чрезвычайно низко, Но отвязаться от них не может. Он так и засыпает в кресле, Не ответив на реплику Муравлёва О строительстве в набережных челнах. Он очень устает. Играет и в театре, и в концертах. Он должен платить много денег За инструменты, за два кооператива. Хозяйка подходит к нему, Поправляет подтяжку, Съехавшую с острого плеча, Укутывает Данилова верблюжьим одеялом, Смотрит на него душевным материнским взором, Вздыхает и уходит из столовой, Не забыв погасить свет.